мои посадки так земля плохонькая потому что это абрикосы привел за столом посадил накрыл бутылками видите вот один пример чтобы не быть голословным во что превратился сейчас вот этот новый участок это ужас проходу нету никто вообще проходу нету это со слезами придется всего не старая подвойные груши переросли вращаться вот такие как их привать уже вырубать надо а их не покупает никто чтобы вырастить у себя грушевое дерево настоящего суриска дико и несъедобно но чтобы иметь настоящий подводный материал на сто процентов сручены мною за 36 лет с культурными сладкими грушами особая работа вот который не делал никогда ни один институт вот смотрите две тысячи восемнадцатый год первые посадки это персики осадил вот видите вот здесь смотрите дети может поставить это коммунат из то сказать хитреш это все давно было а у меня они по этим по годам это любого скажу заходите ко мне покажу 2018 год пусто весна 2019 было посажено вот это вот видите как посажено огрызки привитые за столом вот они и вот такими они стали вот видите это получается прошлый год это было грызок накрыты также бутылкой и еще плюс половина этого года ну до августа видите там дальше хуже пошло вот это вот вот это вот это слову это учеба вот отсюда вот окраина половина идет глина почему глина чисто я понять не могу вроде не не было тут такой чтоб там от фундамента бывает накидают непонятно вот тут глина и плохо плохо но уже помаленечку поднимается вот эти вот которым посажены годовалые они на глине они отстали а у тебя которые там дети может стоит видите как удача фотографии вот где он стоит они стали вот такими вот это что значит хорошая почва и хорошие руки это так от скуки просто все думали будем ли мы чуть-чуть строить потом решили не потянем будем жить вот в этом вот но лишние деревья посадим видите а вот это вот и раз я заговорил про почву что вот здесь вот дальше несколько метров от забора вот сюда где глина там ни черта не растет и сейчас плохо растет рядом сейчас косточки академика они сейчас полметра всего вот к тому же если добавить что а я же это не поливал видите бочка стоит поставил по распалил при посадке все больше бочка так стоит забытая больше не поливал вот а здесь получилось так что раз про почву заговорил сразу за этим буквально сито на метр дорога не такая широкая а за ней сразу растет вот это вот это вот сразу это еще молодые кусты я нашел его где-то года три назад он сейчас мощнее стал вовлечная вещь а знаете чем в секретах в чем удивительно растет на этом как как мне трудно было пустое место немножко пустого места вот копнул гравий давай долбить долбить я в гравии выкопал ямку размером примерно 20 на 20 а дальше и лень была посадил в эту ямку и вот эту ямочку от стольчика земли пол ведерка я значит со стороны принес и в гравии вот немножко земли гравий посадил мать честная я как вспомнил когда мы собрали туда мне надо 2 ведра на семена на косточке и все их есть уже никто и не ест уже зажрались еще еще они волосы вишню будут есть вот от азов до забора она упирается в забор а можно можно идут да заходите пожалуй ни разу никому не отказал на гравий чистейшим вот когда мне набрались такие еще раз говорю это учебный фильм это не не значит что я зря говорю когда набрались такие эти глина гравий делают и все равно все растет обратите внимание на форму страшный солнце этих академиков где штамп я вам покажу ваши сейчас чуть чуть ниже зачем вот это вот я в общем то как сказать я залез к себе контакт свою страницу и что интересно это не только тут опять моя фотография оказывается она стала я должен гордиться самое главное его виток подтвердите потому что это не не специально для меня это ну это контакты есть контакт вот она стала самой главной фотографии россии мошенников дать почему смотрите рушек она видно и ды а мы я не собирался открывать вот мои сообщения вот я работаю вот с этими вот видите это моя страница все вот есть интересная эти самые информация я когда вот сюда вот залез и куда я попал ах я ах это опять материться опять колновидная стопроцентная ложь но сейчас поймете к чему эта планета ароматная хвойная ладно вот значит цена полтысячи пойдет ладно все пойдет дело в том что чтобы самое 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 главное поняли значит фирма бекер она самая распространенная на на это самое больше это она одна ограбила россию на сотни миллионов рублей наверное на миллиарды первый раз бекер не было интернета я получил мне где-то в архиве лежит конверт а в нем лежит их информация в виде как красивых этих нескольких страниц вот а там вспоминаем я же вам когда-то показывал перефотографировал и показывал я много лет издевался над ними там значит 42 минус груши абрикосы сливы яблони все минус 42 воде все до единой нарисованы но умудрились не заметить разницу и нарисовали вместо абрикосов вспоминайте кто давно меня знает персик так было и этот персик назвали абрикос и минус 42 градусов и вот понимаете их давно они должны сидеть в тюрьме мошенничество все это и вот я всегда удивляюсь да милиция от нас далеко морально в смысле то есть им это я им даю такой материал когда они же как допустим человек украл ведро в мешок картошки 5 лет сидит украл мешок картошки а миллиард рублей по это самое значит попал в госдуму или там вы понимаете да вот на почетное место вот так у нас но здесь-то раскручиваете это вы не физически давайте сроки и вот к чему чему говорю перед нами чистая стопроцентная ложь я понимаю так если бы однажды я не зря помните ведущая фраза была владимир владимирович ест отравленные фрукты можете не сомневаться если он на эту фразу должны обидеться и даст команду фас нужна так называемая всероссийская проверка если мы можем устроить какими всероссийскую этот самый экзамен какой-то диктант это нем участвует сотни тысяч людей мы можем это все организовать приходит фирму бекер последняя была где-то она в это смоленске и говорят ну пойдемте ваш сад и покажите нам это значит если покажете мы с вас отстанем вот мы запретим продавать в это законодательство законодательно на урал дальний восток и сибирь запретим потому что люди у нас простые в школе нихрена не учились по биологии географии плохо знают это вот краснодарский краснодарский край отличить не могут вот я с этим сталкивался лично я железу отличить не могут говорят у железа минус 30 не бывает а потом выясняется что он не знает разницу и вот это ладно и вот тогда когда покажут колновидную декору значит а потом еще на меня встречный ишка чтобы это железом клеветал чтобы на всю страну а мы такие герои а у нас колновидки а у них дистеряться как называется продажи вот а меня поискающая штрафуется клевету или уже все так значит это спецназ заходит туда на лицах на эти самые намордники как там вот всех на пол за ногу за это попинали еще на всякий случай чтобы не успели там чуть стереть вот эту рекламу вот это я мечтаю